Сказочная Русь Сказочная Русь Сказочная Русь шкуре, которыми являются все украинцы, сбросили свои эти шкурки овечьей. Понимаете, была эпоха лисы. Все ходили такие, как овечки. Стригите нас, стригите нас. И стригли. Здоровье стригли, денег, деньги стригли. Все стригли. Все. Настала эпоха волка. Иван Царевич пришел собирать стаи волков позорных. Кто такие волки позорные? Волки позорные. Это те, которые стоят в позаре. Рано утром. Древнерусский праздник. Позорище. Это когда на рассвете начинали веселиться. Сейчас культ темноты, поэтому все вечером собирайте на праздники. Правильно? В темноте веселиться. А эпоха волка это время культуры. Культ ура, культ света. Позорище. Это веселиться на заре. Это заря встает. Красота. Чувствуете? Эпоха лисы, мир перевернутых смыслов. Все. Все наоборот. Ведь позорище это хорошо. Крамола, молитва, крак, изначальному свету, солнце. Хорошо. Кощунствовать, говорить о преданиях старины глубокой. С костей мудрость извлекать, как это делалось. Кощей бессмертный, баба, я костяная нога. Сказка спускается на землю. И это очевидно. Матрешки есть по всей Украине. Колобки есть. Когда наступила эпоха волка, 12-й год, Иван Царевич поехал в Санкт-Петербург. Как раз на кориду 12-го года. И там все, помните, конец света, конец света, да? Заметь, все доводится до всех людей. Но была эпоха перерывов, так смыслов. А 21-м декабря 12-го года знал каждый человек. Правильно? А ведь это было не конец света, а второе перешествие Колобка. И о втором перешествии Колобка знал каждый человек на земле. И вот он пришел. Все. Весица съела Колобка, это было до 12-го года. А сейчас надо подружиться со своим Колобком. Похож? Похож. Вот. Колобок у тебя золотой зажегся. Все. Ты зажил в старем голове. Разум у тебя засветился. И началась радостная золотая спираль расплития. С каждым днем лучше, красивей, здоровей и счастливей. Вот такая сказочная жизнь. Ура! Ура! Поэтому, то, что здесь на Украине такой жесткач, почему над украинцами издевается больше всего правительство, потому что так надо. Нам надо. Эпохи волка. Потому что украинцы это потомки казаков. Казаки превращались в волков. Оборотни, да? Оп. Казак, оп, волк. Оп, медведь. Здесь самые вольные люди живут. Вообще всей земли. Казаки дольше всего хранили русскую волшебную культуру. Еще недавно же был казачий атоман, Иван Сырко, который запросто в волк превращался. Который выиграл все победы. Всегда, когда вошел вольт, всегда были победы. И вот эпоха лисы была, эпоха хитрости, обмана и подлости. Эпоха лисы, лиси засъела колобка. Вот это колобье тело. Тело разума. Тело развития. Поэтому ум за разум пошел. За что? Ума полаза, а что делать, не знаешь. И вот в эпоху лисы, луневой меридиан проходил через Лондон. Заметьте, Лондон, Гринвич, оттуда считают время и расстояние. Правильно? А в эпоху волка, нулевой меридиан проходит через Киев. Конечно, Киев. Здесь будет решаться все. Киев это будет столица новой объединенной Руси. Украина, Россия, Беларусь и столица Киев. Почему? Потому. Здесь нулевой меридиан эпохи волка проходит. Он идет как? Кольский полуостров, Санкт-Петербург, Гобель, откуда Иван Царевич пискатал. Киев, Одесса, древний город Царьград, который сейчас там был, Александрия, египетские пирамиды. Все на одной линии выстроены. Чувствуете? Вот здесь все решается. И казалось бы, столица сейчас Москва, но в Москве зарулят питерские. Питерские рулят. Путин, путь истинный наш. Вот, поэтому Путин так сейчас сражается за Киев, чтобы Европа не оттягивала. Европа даже евреи и опа. Все. А нам, Киев, а нам в Руси нужно. Что нам в Европу отдавать? Не отдадим. Все. Держим. Крепатура. И вот смотрите, сказочная Русь пускается. Вот Серый Воп сидит с нами. Жар птица прилетела с нами. Скоро Баба Яга на метле сюда прилетит. Вот у нас сказочный сковорок, который народные игры проводит, развеселый. И более того, он выдумает новые русские народные игры. Такие замечательные, что я узнал, думал, это древняя игра, а это он придумал. Понимаете? Вот оно. Через древнее движение идет. Через родовую память. Глубину к нему открыл. Оп. Новая игра, которая шедеврит. И где проводишься, думаешь, древняя. И я так думаю. А она свеженькая, но это родовая память. В эпоху Лисе общепринятым было питание. Откуда? Пища богини Мары, богини смерти. То есть мертвая пища, приготовленная на ней. Питание от эпохи Лисе это супермаркет и гипермаркет. Вот Мара, славянская богиня смерти. Эпоха Волка это питание здесь, в ресторане живой кухни Небоса. Эпоха Волка это питание со скатерцей самобранки, семиспасы. Яблочный спас питание плодами, медовый спас питание мётиком, ореховый спас питание орехами, водный, зелёный, грибной и... И... Голода, голодая. Голодать не надо, время прошло, одуванчиков на всех хватит. Маков, да. Голодомора больше не будет, потому что раньше люди не знали, что можно есть одуванчики, а сейчас знают. И маковый спас, маковей, семь спасов. И... Иван Сареевич же не просто так придёт. У меня с собой всё, что надо для лошадьства. Итак, соловей-разбойник... Соловей-разбойник сказал, что Иван Сареевич, тебе пригодится на всякий случай. Будешь идти по Киеву, вдруг злее Горыны через углы. Раз, свисток. Так, у меня есть шапка-невидимка, смотри. Раз... О, ничего не видишь. Ну всё, шапка-невидимка, ковёр-самолёт. Усли-самоводы. О, красавчик. Приглазил, как и было. Да, у меня есть осиновый кол. Говорится, зачем? А на всякий случай, если что. Папа-яга говорит, на тебе, Иван Сареевич, осиновый кол. Приходится. Приколишься когда-нибудь. Или кого-нибудь приколишь. Мы приколисты, поклонники полярной звезды. Полярная звезда по-древнерусски называлась. Прикол. Вокруг неё всё звёздное небо вращается, а полярная звезда на месте. Прикол. Прикол это. Мы приколисты. Чем больше ты по жизни прикалываешься, тем больше ты связан со своей звёздной Родиной. Понимаешь? А деньги сказочные на Украине. 500 гривен. Видели? И там такая пирамидка, и сверху глазик. И говорят, ой, масоны нас обложили. Да какие масоны? Пирамидка это кто? Это Аз, есть. Ты на вершине пирамиды. Смотри. У тебя двое родителей, четыре бабушки и дедушки. Восемь прабабушек и прадедушек. Шестнадцать, тридцать два. То есть ты на вершине пирамиды. Ты и есть это всевидящее око. Ты на вершине пирамида своего рода. И ты решаешь дальше судьбу своего рода. Или он подрастающий пойдёт, или он загнётся. Потому что ты жрёшь фастфуд. Потому что ты ешь дрожжевой хлеб. Поэтому все в ресторанжевой кухне небо приду лично проверю. Я к тебе в страшном сне приду, если будешь фастфудом питаться. С этим колом. С колобком и скажу. Ну что? Волшебные пендели. Да. Раздаю волшебные пендели совершенно безвозмездно. Поэтому вот эта пирамида с глазиком, это наш древнерусский символ. Ты на вершине пирамида. Ты это всевидящее око. И когда ты станешь приколистом, ты соединишься с полярной звездой в коровой зиму. С нашим красным солнышком, со сваркой причистой, и своё звёздное величие это раскроешь. Все эти, блин, масончики, это будут детки, садики. Ты будешь ходить, аз есть им царь. Всё. У кого колобок зажёгся, кто живёт в старём голове, на того. Вот, все эти масонские структуры имеют вот такое влияние. Ноль. Поэтому пятисотка, пятисотка это же вот, два нуля, колобки, да? И цифра пять, тоже колобок, который на вознесение пошёл. Всё. Всё, сказочные деньги. А в России какие деньги видели? Там же это, на российских деньгах нету герба Российской Федерации, государства. Там герб, который нарисовал художник Билибин. Понимаете? На российских деньгах сказочный герб, который нарисовал Билибин. Который иллюстрации сказков рисовал. На современных. На всех монетах сейчас в России, на всех купюрах. Там 10 рублей, 100 тысяч, 5 тысяч. Билибинский герб. Он же герб временного правительства Геренского. Почему? Сказочная Русь. А что вы думали? Всё по приколу. Чьи деньги? Наши! Сказочного банка! И когда до тебя дойдёт? Все слышали программу золотого миллиарда, да? Так это же наша колобковая программа. Золотой миллиард, колобок золотой. Всё. Почему? На земле сейчас около миллиарда людей, которые готовы восстановить своё колобье тело. Зажить старём в голове. Кто сейчас старя в голове себе не зажжёт. Кто колобье тело не восстановит. Кто скоро умрёт, как мама. Змей Горынычий тебя травит с помощью химической еды, с помощью косметики. Ты повесишься из-за того, что кредит не можешь выплатить или ещё что-нибудь. То есть у змея Горыныча много голов. У него есть много способов тебя отравить. Есть только один способ спастись. Это найти царя в своих голове. Зажечь своё колобье тело. Когда у тебя колобок яркий зажёгся, у тебя появляется золотой петушок, как и в сказке. Посадит ты эту птицу, мол, вёл он царю на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож. Это самая надёжная охрана. У тебя зажигается вот это золотое сияние вечного разу. Петушок сел на спицу. Тебя никто в этой жизни не может обмануть. И лисица над тобой не имеет никакой власти. Всё. Скажем мы лисица. А пока, видите, кругом Фокстрот. Вся система магазинов по Украине. Firefox в интернете. Хвостом землю в лесах. Крупнейшая новостная компания Fox News. Fox Kids самые тупые мультики. Fox Sport. И оранжевая революция в Киеве. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Рыжий цвет лисы. Оранжевая революция как лохов вас развела. А что вы хотите? Пока в старём голове не заживёшь, Тебя как лоха будет постоянно леса разводить. И стричь себя, как с овечки шерсть. Будет стрягать себе жизненную энергию. Здоровье будет тебе стричь. Богатство. Тебя постоянно будет, ой, не хватает денег, ой, не хватает любви, не хватает здоровья. Чего это мне не хватает? Потому что ты овечка. Брось шкуру, ставь волком позорным. Будьте счастливы в этой жизни. Чувствуете, да, тема? И победить можно только сказочно. Только с радостью. Только если будешь ржать, прикалываться над всеми их разводками. Тогда будет победа. Итак, Александр Сергеевич Пушкин предложил нам русский путь развития. Тройка-семёрка туз. Первое, что надо в этой жизни, это выстроить себя. Само слово. Струйный. Строить. Соображать надо на троих в этом мире. Когда ты идёшь, раз, путеводный камень. Налево пойдёшь, прямо пойдёшь, направо пойдёшь. Три дорожки. Понять святую троих. И тело, душа, духа. Золотое царство, серебряное, медное царство. У каждого человека есть медное царство. Вот здесь это царство наших инстинктов. Серебряное царство, это царство наших чувств. И золотое царство, это наш золотой колобок, царь Игорь Иванович. Царство духа. Царство разума и радости. Чем более разумный человек, тем он всегда более радостный. Если сейчас много выступающих по интернету или вживую, если человек не ржёт каждые пять минут, он умный, но не разумный. Потому что чем более разумный человек, тем он больше радуется, прикалывается и шумит. И вот самое главное в жизни, это оттянуться по полной. Прошу всех встать. Натянемся высоко-высоко вверх, встанем русской буквицей Хер. О, извода нам. Хер это древняя русская буквица. Да, с богов, беды, благолю, добро и так дальше. Прошу всех присесть. Знаете, как на Руси говорили? О, я вчера оттянулся по полной. Это когда человек выстроил свои три царства, на древней русской провиле. Провила это сейчас самая мощная тема, чтобы выстроить свои три царства. И с правила ты их сейчас не выстроишь. Не хватит у тебя порох. Потому что лисица очень сильно нас затюкала и превратила нас в овечер. А правила только превратит нас в молчат. Пробудит силу семижильную. И станешь семижильным человеком. В Киев же недавно приезжал. Добрый молодец, мой друг, он был у старовера. Там, в Сибири. В секретном поселении. Туда опускают кого-никого, а только того, кого можно. До сих пор есть мужики, которые вот такие деревья с корнем вырывают. На Руси есть такие люди, которые вот такие деревья с корнем вырывают. Каждое утро они висят где-то 40-60 минут на проливе. Представляете? Да, пролива это древнерусская такая... Агрегат для растяжки. Когда тебя тянут за руки, за ноги, на лебедочки, так тебя затянули. И когда к нам европейцы приезжали, такие рафинированные клюпики, которые в ваню не ходят, оттягиваются по полной, не умеют, только бухать. И они посмотрели, говорят, так у русских в каждом дворе орудия пытки. Все эти средневековые орудия пытки, это древнерусские способы исправления человека только в чрезмерной мере. Потому что у нас было и правило, когда человека растягивали, дыбу на колесо накручивали, за голову подвешивали голгофа. Только аккуратненько, чтобы не пережать это. За ноги подвешивали для вытяжки позвоночника, чтобы человек был стройный, трицарства были в порядке. Понимаешь? Все это средневековое орудие пытки, если ты изучишь, это все древнерусские методы выправления человека, только в слишком большом количестве. Зелу. А если в меру делать, ты будешь такой «Ва! Смеши!» Провила – это один из важных способов попасть в эпоху волка. Потому что это действительно… Оттянешься на правила, а потом на следующий день будешь «Я вчера оттянулся по полу». Понимаешь? Соображать на троих – это тоже древнерусская тема. Когда ты соображаешь своим медленным царством, инстинктами, чувствами и разумом, и ты принимаешь какое-то решение в жизни, когда разум говорит «да», чувства говорят «да», не инстинкты тебя тянут, говорят «да». Так вот надо выбирать, соображать на троих, использовать тело, душу и дух для того, чтобы принимать какие-то решения. Вот ты соображаешь на троих. Сейчас люди в основном соображают на одного. Набухаются алкоголя, это идти за своими инстинктами, и говорят «мы на троих сообразили». Небега на одного – обманули. На троих – это когда ты выпил родниковой воды. Иван Саревич, глубоко плющий человек, с утра два-три стакана родниковой воды бахнул, мозги надул. Все, и пошел соображать на троих. Все хорошо, понимаешь? Вообще, в мире есть только одно лекарство, запомните, оно называется «вода». Болит голова – выпей воды. Болит желудок – выпей воды. Почки болят, а ты воду пила. Так, уши болят – выпей воды. Язык болит – воды выпей. И прополоскай. Серый Волк скачет весь челес, и мы там из-за третий день живем. Всем удачи. Ему надо. Слева. Но я сегодня на ковре самолете вылетаю, Серый Волк. Так что ты не переживай. Да. Там еще конек горбунок на поскоке. Баба Яга уже подошла. Придем сюда, Баба Яга. Вот, Баба Яга тоже из вещего леса. Прилетела на метле, переоделась, так, чтобы смех горы ничего не затусовали в Киеве. Вначале соображать на троих – это выстроить в себя. Три царства. Медное царства, серебряное, золотое, чтобы были на колу. Все. Только если ты это как следует сделал, тогда ты можешь правильно накормить свою матрешку. Пройти, собрать тройку, потом семерку, семью. Матрешка, семь тел. На себя материк, на себя без застежки. Потом туда добавляешь туза, собираешь очко. Все. Очко. Любимое слово колобка. Два О. Четыре. Все. И у тебя все будет классно. Потому что в эпоху Лисы большинство людей собирали как? Тройка, семерка, фиковая дама. Даже сам Пушкин. Он прожил 37 лет, тройка, семерка. А потом он стрелялся из-за дамы. Все. Его убили в 37 лет из-за дамы. Правильно? И большинство людей не могло собрать очко. Потому что была эпоха хитрости, обмана и подлости. И все было мир перевернутым смыслом. Вопрос, дебил. Ты пьешь или не пьешь? А кто здесь не пьет вообще? Кто-нибудь видел непьющего человека? Все пьют. А его сейчас используют как алкоголь. Что пьешь алкоголь? Так вот. Пушкин. Ас. Совершенный человек. И вот он написал три девицы под окном. Ряли поздно вечерку. Сказка о царе Салтане. Троичность. Сказка о мертвое царение о семи богатырях. Семеричность. И потом золотой петушок. Один золотой петушок. Золотая рыбка. Одна золотая рыбка. Тройка, семерка, тус. Но заметьте. В золотом петушке в конце он уже клюет царю голову. В царе умирает. В золотой рыбке. Старуха опять оказывается в конце у разбитого корыта. Да? Из своей гордыни. И вот в эпоху волка. В эпоху лисы у тебя были настолько перевернутые цели. Да? Что ты вроде как тройку, семерку кое-как собирал. А потом раз. Из-за твоей гордыни ты не мог собрать очко. И у тебя все сыпалось. Пиковая дама. Кранты. Сейчас наступает эпоха волка. У тебя появляется шанс собрать тройку, семерку. Туф. Все. Очко. Собрал двадцать одно. Собирается это все. Волшебный образ. Про тролльщику я кратко рассказал. Подробно я снял сказочные фильмы. Можно посмотреть. Прийти к Ивану Саревичу на сказочные семинары. Сказочный фестиваль у нас будет целую неделю. Представляете? С утра до вечера. Собери свою живую буквицу. Сорок девять танцев изучать. Сорок девять хороводов. Сорок девять сказок. Сорок девять поговорок. Скороговорок. Трав. Сорок девять узлов. Да, узлов. Пока узлы не научишься вязать, все. Не берем тебя в эпоху волка. Чтоб все сдали экзамен по вязанию узлов. Видали? Какие узелки? Видали? Вот так вот. И здесь. Видали? Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Жила-была старуха у самого синего горя. И пила свою пряжу. То есть, понимаете, сказка начинается с умения плести, сплетать отношения. Завязка сюжета, развязка сюжета. И вот по этому поводу, как научиться завязывать отношения, семейные музыки, братьские музыки, и развязывать отношения, когда они уже устарели. Иван Царевич будет проводить сказочный семинар. 7-8 декабря. Милан у нас уже пришел? Нет, еще скоро будет организатор семинара. Как стать путевым человеком? Найти свой путь, ради чего ты живешь. Ну а мы начинаем с матрешечки. 7 одежек и все без застежек. Интересная такая поговорка. 7 раз ложка и 1 сошка. Правильно? И многие думают, типа, о там, 7 начальников дармоедов и 1 крестьянин вкалывает. Это такое примитивное понимание поговорки эпохи лисы. Но для нас, для тех, кто уже царя в голове нашел хоть как-то, кто с Колобком подружился, в церковь Колобка нашу вступил, что такое церковь Колобка? Везде, где солнце светит, церковь Колобка. Солнце царь Колобка. Мы с вами Колобки. Все. Солнце светит, церковь работает. Солнце ушло, церковь закрыта. Держешь, мы тебя взяли в церковь Колобка. Ходишь мордоклином серьезно, мы тебя отлучили в церковь Колобка. На рассвете встал, солнце встретил, мы тебя взяли в церковь Колобка. Проспал рассвет, отлучен от церковь. Все. То есть, понимаешь, у нас все по жескочу, по волчьим законам. Берешь русские народные сказки и пошел по квартирам. Пошел по квартирам, короче. Звонишь, тебе открывает и говоришь, с таким благостным голосом. Здравствуйте. А вы знаете про Колобка? А вы знаете, что Колобок пришел спасти вас? А вы знаете о втором пришествии Колобка? А вы знаете, почему Лисита съела Колобка? И тут вы его добиваете и начинаете объяснять ему, что к чему вы решили. Нам нужны такие проповедники. А почему одни сатанисты седьмого дня в Казахстане? Нам нужны проповедники церкви Колобка, русские народные сказки и пошел по квартирам. Семеро с ложкой, один с ложкой говорит о том, что у человека семь тел, все тела надо накормить. Понимаешь? Все хотят есть. А многие сыроеды, я скажу, наверное, большинство сыроедов, они материалисты. Они зациклились на одном этом явном теле и считают, вот я буду правильно питаться, я сыроед, и все у него будет. Поэтому, по моим наблюдениям, вот я скажу по украине России и Беларуси, большинство сыроедов все-таки страдает и мучается. И как-то у них вот не очень это весело идет сыроедение. И здоровье как-то слабовато приобретается. Но некоторые сыроеды, которые поняли вот эту тему, что надо кормить всем телом, они здоровеют, красивеют, и дети у них рождаются такие, богатыри сразу такие, здравствуй, мама, здравствуй, батя, где дрова, давай рубить. Все. На живот его положили, он такой пополз, молотика попил, и такой, здрасте, я прибыл. Откуда ты прибыл? Да я чертога Финиста Ясного Солнца. А как ты нас выбрал? Да вот я, понимаете, это вот реальная история, которую мне друзья рассказывают, понимаете, он говорит, да вот, до того, как я сюда прилетел, папа мой встречался с другой девушкой. Мне это не понравилось. Я сделал, чтобы папа встретился с мамой. И вот вы когда встретились, я вас тогда раз и родился. Вы понимаете, думаете, это вас тянет друг друга? Нет, это ребенок прилетает, выбирает себе маму, батю, делает так, чтобы они сошлись. Все, и они даже разводят, когда не надо. Это дети рассказали, маленькие, понимаешь, будешь маленьких детей спрашивать, узнаешь всю правду мам. Не такое подрассказывают, откуда они прилетели, зачем они прилетели. Но это надо спрашивать, как только ребенок научился говорить, сразу спрашивать, откуда ты, зачем, почему ты нас выбрал. Дети такое рассказывают. Так, вот, первое тело, которое надо накормить явлением тела, оно питается со скатерти самобранки. Скатерть самобранка, это то, что природа нам приготовила в любящих лучах солнца. Она самобранка, сама бранится, божественная ра. То есть яблоки растут, орехи, мед, травы растут. Вот у нас скатерть самобранка. Второе тело, это жаре тела. Тело энергии. Оно колыхает всеми цветами радуги вокруг нас. И ученые уже сфотографировали его, как ауру. Видели, да? А как проверить, не жаре тело или нет? Вот ты сидишь, никого не трогают. И вдруг чувствуешь, как сзади подходит человек близко тебе. И тебя вот энергией накрывает, да? То есть ты его не видишь, не слышишь, а чувствуешь. Вот оно, жаре тело. Вот увидели ролики по бесконтактному гору, да? Когда человек растет, через пять метров кто-то падает. Явлим телом не касаешься, а жаре касаешься. Вот мы на семинарах делаем так, что каждый может прочувствовать жаре тела свое. Померить, какого оно размера и на расстоянии все это вот проделать. Есть жаре тело? Да. Есть. Разноцветное. Чем более сильнее у тебя жаре тело, тем быстрее сбываются твои мечты. Тем более ярко и величие. Когда жаре тело тусклое, жар птицы твоя тусклое, тогда жизнь у тебя тусклое, твои мечты сбываются медленно. И ты такой, а я же такой хороший человек. Я такой свежий. Я всем желаю добра. Ну а почему мои мечты так сбываются медленно? Я правильно питаюсь. Я сыроеда. Не могу найти себе женщин достойными. А ты жар птицу прокачал. Где твоя сила себе жильно? У тебя все там стоит как положено. Или нет? Древнее русское учение, кому с утра? Кому с утра? Когда жаре тело, у мужчины сильное, у него всегда с утра стояк. Если у тебя уже нет с утра стояка, все, ты уже сдуваться начал. Ты уже пошел под откос. Всегда с утра должен быть эрекция, стояк. Вот, как бы ты раз подрился, ты солнце встречаешь, и здесь у тебя солнце должно встречать. Значит, у тебя жаре тело в порядке. Да, это руссконародная мудрость. Вот, видишь, здоровый человек. Он все знает. Иван Царевич подтверждает. Есть такое. Так, это второе жаре тело, короче. Так, а что, говорят, мужик-то замечал? Это же проблема, что мужики такие хиловатые стадо, да? Что у нас в обществе бабовщина. Бабы рулят кругом. Вон, в армии дедовщина, на гражданку придешь, а тут, блин, бабовщина. Жена зарплату отбирает. Блин, ну что это за мужики пошли, рыхлые какие-то. Жар птицу прокачает. Жена, как только начинает что-то тебе, ты такой за косу ее поднял, раз-два, раз-два. И все сразу ясно, кто в доме хозяин. Сколько она своим языком бы там не трепала. Или такой, подходишь-то? Владка ушей. Ну, на женщинах не буду показывать. Ну, на женщинах не будет. Владка ушей. Ну, что ты, не молчи. А я на женщине же думал, что он не мой. Все, здорово, человек. Здорово, человека. Уши мягкие. Уши мягкие. Когда там есть зажатость, значит, зажатая энергия. Их надо. Сразу энергия пошла, да? О, вот оно, жаре тело, ты понимаешь? Вот эти мышечные зажатости в ушах, мышечные зажатости тела. Там огромное количество энергии. Ты по ним как бахнешь. Вот так вот разомнешь. Оно дико больно. Но зато потом мягко становится, хорошо и прилить сил. Пошел, подрешел. А? Чувствуешь? Вот оно, жаре тело. Его кормить надо. А ты, блин, посадил его на голодный паек. И ходишь тут байки травишь, что женщин нет хороших там. Денег заработать не могу. Жар птицу прокачай. Все тебя будет. Но надо не только жар птицу. Третье тело навлетело. Волшебное зеркальце в русских народных сказках. Тарелочка с голубой коневолочкой. Который катается яблочком. Навье тело это тоже можно увидеть запросто. Вот, например, черная рубашка. Руку так раз. И возле пальцев такой маленький туманчик. Где-то на полсантиметра. Беленький. Видели? Вот это навье тело человек. Белесый. Да. Белесый. То есть любой может увидеть это несложно. Вот это тело мудрости. Тело информации, как сейчас-то сказали. Когда у тебя навье тело в порядке, ты замечательный человек. Ты все замечаешь. А вот если выйдешь по Киеву, большинство людей идут на работу. Я иду на работу. Я иду на работу. Второй идет на свидание. Я иду на свидание. Я иду на свидание. И все. Понимаешь? Ты нифига не замечаешь. Твое навье тело голодное. А дети, у которых навье тело в порядке, они такие оп. Серьезно. А может, да, они есть возможность. Да, ребят. Вот ты куда замечательный человек. Понимаешь? Пчелочки свои эти сделай. Иван Царевич, чем ты меня удивишь? Ты знаешь, сколько я книг по шизотерике прочитал? Тебе не снилось. Вот такой библиотек. Глаза вылупи. О, только широко открытыми глазами ты можешь увидеть возможности в своей жизни. Вот реально, пока у тебя глаза такие, знаете, люди щурятся, счастья тебе в этой жизни не видать. Поэтому вылупи глаза и смотри. Сейчас самый лучший момент в нашей жизни. Сейчас происходит самое важное, что только есть в этой жизни. Чувствуете? Есть только момент здесь и сейчас. Больше ничего нет. Ведь заметьте. Прошлое мы выдумываем с вами. И будущее выдумываем. То, что будущее выдумываем, это понятно. Да, что намного варианта. Может так быть, так, так, так. А прошлое. Сейчас столько фактов про Великую Отечественную войну, да? Что непонятно, там за кого Сталин был, за кого немцы. Все так перевернуто, перевернуто. Почему? Потому что прошлое нет. Вот я сейчас сижу и выдумываю прошлое. Какая была война. Историки, которые пишут учебники, они тоже откопали какую-то каску, какой-то курганчик раскопали и пишут учебники по истории. Лохотрон это все. Никто не знает, как оно было на самом деле. Ни Иван Царевич, ни ты, ни историки. Прошлого нет. Мы его выдумываем. И будущее выдумываем. Есть только момент здесь и сейчас. И для того, чтобы в него красиво писаться, чтобы ты нашел их богатство и здоровье, и красоту, вылупь их глаза. Нам не тело. Как так? Это я еще долго рассказываю, сейчас я кратко. Следующий клуб «Ей тело». Путеводный клубочек русских народных сказок. Когда ты им владеешь, и тебе говорят, он путевый человек. У него все путевое. Когда клуб «Ей тело» не владеешь, и тебе народная мудрость говорит, не путевый человек, беспутный человек или распутный человек. Три косяка бывают. Не путевый, беспутный, распутный. А правильно надо быть путевым. Все. Путеводный клубочек. Четвертое наше тело надо накормить. Семеро с ложкой, один с ложкой. Следующее, пятое тело надо накормить. Это колобье тело. Вот это золотой съящий шар разный. То есть это колобок, которого съела лиса. То есть по правилам эпохи лисы, которая родилась в 40-40-1600 лет, у всех людей земли, у большинства, были отключены колобья тела. Колобья тела только остались у святых. То есть в церковь придешь, у святых колобки нарисованы. Колобок нарисован у Будды, у Рамы, у Кришны. Правильно? Все мудрецы были с колобками. Все святые. И сейчас состояло второе пришествие колобка. И со сварьей причистой. И солнце идет такая мощная энергия, чтобы ты проснулся. Температура поднялась на Марсе, на Венере, на Юпитере. Даже не наши автомобили там на дыне любят. Вся солнечная система нагревается. Больше тепла, больше любви, больше радости. Озоновые дыры на земле. Ура! Да здравствует озоновый дыр. Для чего я озоновые дыры? Чтоб тебе колобка больше насветила. И когда ты всем сердцем принимаешь второе пришествие колобка, ты вступаешь в церковь колобка. Колобок у тебя распирает. Царь вилле зажирается. Ты начинаешь радоваться. Быстро развиваться. Ты разумный человек. Ты здоровеешь каждый день. Богатеешь, красивеешь. А если ты... Солнце, это ядерная реакция. Там идут ядерные реакции. Там температура 5000 градусов по Цельсию. Солнце опасно своей радиацией. Одел свои черные очки. Шапочку вот эту для тупых. Пошел такой и спрятался от солнышка. И все, кранты. Лиса тебя как лопа развела. И без солнца ты останешься невежды. Темным человеком. В эпоху волка берем только светлый сантиметр. Шапки не носить. Черные не носить. Черные очки не надевать. За черные очки накал. У нас так в сказочной мире. В эпоху волка. Волк это санитар леса. Все по-жескочу. Крутись как хочешь. А чтобы был добрым человеком. Волк такой. И вот заметьте. Волк он такой вот. Вот он в сказке. Он же съел моего коня. Съел коня. Но сам потом он мне помог. Вместо съезда этого коня. Найти жар птицы. Жаре тело. Чтобы я стал могучим Иваном царевичем. Потом. Белого. Златогривого коня найти. Он-то златогривый. Но он конь-то белый. Чтобы Иван царевич сел на белого коня. И пока ты не сядешь на белого коня. Кран ты тебе. Ты не выиграешь. Ты проиграешь. Каждая девица ждет рыцаря на белом коне. Правильно? Обязательно надо сесть на белого коня. Георгий Победоносец на белом коне ездит. Георгий Жуков. Машал победы. На белом коне выехал. Когда мы фашистскую гадину раздавили. Рептилоидов этих. Змеев горыничек. Человек пытается кто-то оправдать. Вот. Обязательно надо сесть на белого коня. Чем люди отличаются от рептилий? У рептилий нет эмоций. Эмоций нет у лягушек. У ящериц. У крокодилов. Они не умеют улыбаться. У них нет милики лица. Нет эмоций. Мы отличаемся от них наличием чувств и эмоций. Что мы вот такие все. Раз. Они нам говорят. Надо все решать с холодным сердцем. Оставайся спокойным. И у тебя такое окаменевшее лицо. И ты сам превращаешься в рептилоид. И некоторые говорят. Есть рептилоиды. Нет рептилоидов. А ты в те, кого смотрел. Понимаешь? Покорчили все рожи. Немного. Если ты не можешь кочеть рожи, ты все. Безнадежно. Покорчили, показали вам вам старейшие рожи. Мы сейчас тоже выглядели, но пару рептилоидов идет. Мы не можем управлять, что они все рожи получат. Понимаете? Если ты с колобком дружишь, ты с жаброй самому дружу хочешь. Ты живой человек. А когда ты с колобком не дружишь, ты такой радуешься, улыбаешься. И у тебя уголки губ чуть-чуть поднялись. Ты грустишь, а у тебя уголки губ чуть-чуть опустились. А тут все у тебя. Все. Ты не дружишь с колобком. Все, кто дружит с колобком, колобье тело восстановили. У нее живое подвижное лицо. И для того, чтобы проверить ее, раньше подходили к девицам и за щечку брали. Если она улыбается, хорошая. А если пищит от боли, косяковая. Понимаешь? Когда у тебя окаменевшее лицо, у тебя окаменевшие чувства. И ты смотришь, что это красивая девица. А за щечку подошел, ее взял, а щека такая твердая, каменная, и она кричит от боли. Ты думаешь, не надо нам таких. Ты царевин для хушек. Закаменевшая еще. А когда ее за щечку берешь, она и так красивая перед царством в порядочке. За щечку взял, она улыбается, ты так, о, мягкое живое лицо. То есть, когда мягкая мимика лица, живое, ей не больно. Она живой человек. Чувства, значит, вот они такие. Приятные, легкие чувства. Некаменные чувства. Вот и с ней можно дальше продолжать отношения. Понимаете? Ну, там обязательно за косу. У нас было девицу дернуть. Опять же, если она улыбается, и коза не отвалилась. Берем. Коза отвалилась. Нафиг нам такая, блин. Волосы не держат. И отношения не сможет. Не поддерживает. Да у моих друзей они берут вот так девочку свою, 5 лет. И вот так за косу ее раскручивают. Вот такие должны быть волосы. Понимаешь? А если волосы эти сыпятся, сыпется связь с космосом. Волосы это космос. Вот реально, раньше казаки всегда для чего оселедись? Подвешивались за оселедис на дерево и в позе лотоса. И сели. Вытягивали позвоночник. Выстраивали тридцатство. Сверху вниз. Опять же, сверху вниз, как я говорю. Не как энтузию через жопу. Не дали поднимать. Селые люди сверху вниз. За косу. За оселедис подвесился. Раз. Шейные позвонки на место стали. Раз грудные. Раз поясничные. И казаки вот так ходили. А тут такой оселедник. И смотрит, кто-нибудь раз сутулился. И его тогда раз. Подходит друг и такой. Раз. Вот такой. О, спасибо. Напомнил. И опять-таки говорю. Раз, раз. 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 Понимаете? Как важен был оселедник. Не друг друга терхали. Когда терялась стройность. Так. Ну, еще надо накормить дивье тело. Это тело волшебства. Дива дивная русских народных сказок. Когда у тебя дивье тело сытое. У тебя жизнь это волшебство. У тебя все так получается. По щучьему явлению. По мухотению. И все говорят. И ходят. А как это у тебя так получается? А вот так это получается. Приехал Иван Царевич в Москву. Опаньки. А там мюзикл Лукоморье идет. По русским народным сказкам. Пушкин. А огромный такой мюзикл. Шикарный. Идет рядом с Измайловским парком. Это такой сказочный парк. Где такие теремки, башенки. Золотые петушки. И огромный такой сказочный парк. В центре Москвы. Рядом идет мюзикл Лукоморье. Шикарные дарье костюмы. Золотая медаль правительства Москвы. Мюзикл Лукоморье. Колобка золотого медали. Все как положено. Ни серебряного, ни медного. Золотого. Все. Я думаю, классный мюзикл. Наши люди уже везде. И такой думаю, попасть бы туда. И тут они с мюзикла меня находят через интернет и говорят, Тефан Царевич, мы тебя приглашаем на мюзикл. Ты хороший человек. Понимаете? И вот так он у меня постоянно. Приехал сюда в Ким. А меня друг приглашает в царские хоромы. Он живет в доме, который при царе еще построен. Потолки 4 метра. Моя жарптица влазит. Я такой иду. Вот. Нормально жарптица. Вот видите, уже мелковато. Не влазит моя жарптица. Она у меня такая. Надо, чтобы 4 метра было. Такая ротина. И такой. Ох, хорошо. И когда у тебя дивье тело сытое, ты переходишь в состояние изобилия. У тебя изобилие любви. Тебя столько любви, что ты просто поражен. Как может столько любви быть? Как может столько людей тебя любить? И как можешь ты всех любить? Тебе попадаются такие люди, у тебя от любви просто разбирают все. Когда дивье тело сытое, у тебя на валом здоровье. Понимаешь? Здоровье просто валом. Иван Царевич летом на фестивале выступает 10 часов каждый день в течение недели или 10 дней. И в конце чувствую стояк, крючок, все хорошо. Понимаешь? То есть, когда у тебя дивное тело раскаченное, у тебя навалом здоровье, любви, денег, признание, благодарность. Ну всего, чего только может быть в этом мире. Дивное тело свое накорми, и твоя жизнь будет сплошное волшебство. И последнее тело накормить надо, свете тело, тело святости, тело блаженства, благодарности, благодати. И вот здесь у нас на матрешке, на нашей, сказка о мертвое царение себе в богатырях. И вот на самой маленькой матрешке белая собака. И у нас наступающая с эпохой белого пса и огненного волка наступила уже в 12-м году. И вот она, собачка. Красивая с ней. И это, понимаешь, это тело блаженства, оно как бы так запрятано. И ты думаешь, ой, где это блаженство? Почему я его не чувствую? Все говорят, что надо вот любить. А у меня жизнь такое страдание, мне там жена кинула, там друзья, денег не хватает. Что это блаженство испытываю только во время оргазма. Там, я не знаю, пару блаженств до недели у кого сколько. И ты думаешь, где это блаженство? Оно только маленькое, оно так редко бывает. А вот это ж тело самое заметное, да? Явье, вот оно. Вот оно. Явье тело есть, тут уже никто и не попрет. А тело блаженства, кажется, есть оно, нет. Но ты, сообрази, ты же откуда появился? Твои родители испытали оргазм. Мама твоя и батя испытали оргазм. В результате оргазма, блаженства, ты появился. То есть, мы сотканы из этого блаженства. Блаженство это наша природа, это наша суть. И когда-нибудь ты до нее доберешься. То есть, смотрите, над нами млечный путь сварга, причисленный из белых звезд. И вот мужчина засылает млечный путь в женщину. Испытывается блаженство. В результате блаженства появляется ребенок через семь сроков. Семь сороковников. Семь раз по сорок дней. Это равно девять, сто тридцать. Мы-то солнцепоклонники, по сороковникам живем. Семь сорок. Это русский цикл. Но есть товарищи, которые любят воровать. И типа это их. Нет, семь сорок это русский цикл. Семь сорок и ты появился, и вон на мазере ты родился. Блаженство это наша истинная природа. И когда ты свое тело блаженства найдешь, если оно как спрятано, надо оп-оп добираться, всю эту шелуху с себя снимать. И потом ты до блаженства доберешься, накормишь свое светие тело. И представь, и у тебя будет оргазм 24 часа в сутки. То есть ты будешь жить, и тебя будет так тырить. Ты идешь так, вау, вот это жизнь. И у тебя каждую секунду вот такое состояние оргазма от этой жизни. От птичек, от бабочек, от людей, от бандитов, от праведников, от всего, что есть в этом мире. Ты в состоянии вечного блаженства, понимаешь? Когда ты накормишь свое тело блаженства, ты будешь в таком состоянии всегда находиться. И к тебе будут приходить такие косяковые люди. Ой, у меня с женой проблема. Ой, у меня печеночка болит. А ты такой в блаженстве говоришь. Свободен! Раз на него руку положил, не болит печенка он. О, точно не болит. И пошел такой. Понимаешь? Семь отежек, это еще, это, семь уровней развития человека. Все слышали про касты там, да, в Индии. У нас в Армии. Но по нашему, по сказочному, со сказочной колокольни, есть семь уровней развития каждого человека. Первый уровень это вес. Вес я верю только в то, что весом. Вот что, можно потрогать? Есть. Чего нельзя? Нет. Вес я сейчас на земле больше вспомню. Потому что была ночь сваруга, и люди сейчас нырнули в самое большое духовное забытье, которое только может быть. Поэтому в основном сейчас весит. Они смотрят. Солнце, язерная реакция. Еда, там белки, жиры, углеводы. И посмотришь на форумы сыроеда в интернете. Где найти витамин В12? Где найти витамин В12? А как вы решаете проблему витамина В12? Сыроедение. Где его найти? Это же вообще целая проблема. Десятки страниц. Витамин В12. Вот это сознание весит. Потом, когда человек начинает уже больше раскрываться, он становится витязем. Для витязя главное мировоззрение быть первым парнем на деревне. Быть сильным. Могучим. За идею пасть порву. То есть все националисты, спортсмены, работники силовых структур. Это вот витязи. У них главное, что я вам покажу, кто тут домик хозяин. То есть весь он умрет только за золото. Витязь только за идею. Витязь за золото не погибает. Если погибнул за золото, значит это весит. Витязь он только за идею. И вот он накачивается и активно что-то вот. У него самое главное в жизни это энергия. Потому что это жаре тела. Тело энергии. Когда человек дальше развивается, он становится мудрецом. Мудреца, для него самое главное накопление мудрости. Он прошел здесь, получилось. Здесь получилось. Здесь получилось. Ветя, подержи, 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 подержи. Ветя, подержи, подержи. Ума палата. То есть он столько знает, что вообще мудрец. И о нем народная мудрость говорит. Если ты такой умный, что ты не такой богатый. То есть он много чего не знает, но не знает, что с этим делать. Просто вот такой вот супер-купер эрутизм. Вот это третий уровень развития человека. Когда у него самое главное в жизни накопление мудрости, информации, знаний. Но когда ты это перерастаешь, ты становишься князем. Кон-Ясен или княгиней. Тот, кто умеет плести узлы. То есть князь уже знает, что делать с этой мудростью. Князь он знает это сюда, это сюда. То есть он умеет сплести отношения, расплести отношения. Завязка сюжета, развязка сюжета. Красной нитью через все поискование ведется речь. Все это связано с путеводным клубочком, с клубным телом. И является состоянием князя. Только когда ты дойдешь до четвертого уровня, ты сможешь стать счастливым человеком. Все вот эти люди до четвертого уровня, у них счастье-несчастье, счастье-несчастье. Ну и так далее. Только князь становится или княгиня счастливым человеком, потому что они знают, зачем они живут. Они знают, куда они двигаются, зачем им двигаться. Они путевые люди. Они чувствуют пути. Пространство пути. Вот когда ты князь, тебе надо пойти в Москву. И ты взял, и с Киева пошел в Москву, без карты, без компаса. Ты чувствуешь пути. Птица же летает с севера на юг, да? А человек это же более разумное существо, чем птица, правильно? А птица как-то без компаса, без карты, раз там в Индию слетала, раз вернулась на Украину. И ты, когда станешь князем, ты тоже раз куда-то пошел. То есть, когда ты князь, ты уже раз, тебе уже там 20 хвостиком лет, тела еще по 7 годам развиваются. 7 лет явье тело развивается, до 14 лет жаре, поэтому до 14 лет энергия прет. С 14 до 21 навье тело, тело информации, по которому все учатся. С 21 до 28 развивается клубье тело, тело предназначения. Поэтому в этом возрасте в основном люди создают семьи, идут на работу и дом начинают строить. Здесь написано мудрость русская. Главное жизни посадить дерево, родить сына и построить дом. Троица слетая, да? Тебе, у тебя раз уже 25 лет, тебе жену найти, раз и нашел. Все. То есть, для князя найти мужа, жену нет проблем. То есть, князю, ага, надо денег заработать. Раз, нашел труд. И у тебя все получалось. То есть, князь это тот, кто может сплетать все легко. И о том, как это делать, Иван Царевич будет проводить семинар. Че этого. 7-8 декабря. Я уже его проводил много раз. Последние разы были в Москве с огромным успехом. Прошел отзывы, вы можете почитать у людей, что они почувствовали. Как у них княжеское сознание проснулось. Сейчас я в Крыму был, в Симферополе проводил семинар. Тоже путеводный клубочек. Ну, в Крым по полной квадре попал. Только в Крым приехал, мне раз на телевизор. Оп, доброе утро. Я с утра им объяснил. Культура, матрешка, все как положено. Потом центральная библиотека Симферополя. Пришел туда половина наших, славяне, сарейды, а половина обычные люди с библиотеки. Я говорю, ну да, и там на крыло не поднял. И семинар обретения путеводного клубочка провел. И тут раз провел это все, ты туда трудишься. Провел, прелестил, но хочется какого-то отдыха. И друзья мне говорят, Иван Царевич. И поселили меня в доме в Сталинске, три с половиной метра. Я говорю, достойно. Кормили меня, оказывается, в Казеева сыроеды, кормили меня со скатерти Самобранки. Через двести метров от дома кафе сыроедное в Симферополе. Федоретка, вы все знаете. То есть вообще все, все карты в руки. И они меня такие, Иван Царевич, мы хотим тебя отвезти в царскую купель. Я говорю, хорошо, поехали. А там такой источник горячей воды. Если километр 300 метров, горячая вода поднимается из подводной горячей реки, бьется. И ты этой горячей водой умываешься прямо. Такое ощущение, как будто тебе земля поцеловала. Он так хорошо аж вообще. Ты только умыл за этой горячей водой. Это просто не перерыв. Я до сих пор чувствую на своем теле. Вот с этой глубины, прямо сердце матери земли, 1300 метров. То есть там уже пекло начинается. Я трусь в уме, да? Сердце, которое горячее земли, бьется. Ты воля. И оттуда эта вода, я на тебя там... До сих пор чувствую. А потом такие. Иван Царевич, мы же обсуждаем сказочный фестиваль. Мы собрались в древнюю садьбу. В древнюю садьбу. После древнего парка в Оронцовском. Оронцовский парк огромный. Там такие земли. Все. И мы собрались, 13 человек. Тайная вечеря. У нас в красоте. И обсуждали сказочный фестиваль, который будет в Крыму с 1 по 7 июня. Так что всех приглашаю повеселиться, сказки пожить, поиграть, потанцевать, травки изучить, звуки повязать. Все как положено. И поржать. Перед фестивалем обязательно надо накачать пресс. Потому что мы уже проводили двухдневный сказочный фестиваль. Несколько человек наторвали пресс. Были рабочие, потом чуть ходили. Честно. Честно говоря, за неделю там вообще. Обязательно, чтобы все приехали с накачанным прессом. Прикалываться будем по полу. Кто на рассвете не встает, приходят два богатыря и мочат с автоматом. Знаете такие детские водные автоматы прямо в палатку. Если на рассвете не встал. Да, в лицо, в тело, во всем. И сразу встань. Понимаешь? То есть мы встаем на рассвете. Отбой в 10. Где-то отбой в дискотеках. Утром с песнями встречаем солнце. И пошли сказки, игры-хороводы, сказочная жизнь. Тут же Мнохи вставил, а не по-детски после Ивана Царевича. А вот Жар-птица решила радио открыть сказочное. Так и называется. Жар-птица. И там будут сказочные песни. Песни, сказки, поговорки. Скороговорки. И очень красивая музыка. Да. Искуская, внуковская, 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 внуковская. Да. Одна красная девица начала Головкову расписывать. Еще одна классная девица у меня сказочная портная. Хотите царский костюмчик? Хотим. Вот. Я вам оставлю потом телефончик. Пошьете. В эпоху волков холопов не берем. Вот эта холопская одежда не вписываешься. Пошли тебе царскую одежду. Придет тебе колобок. Ты оденешься, скажешь, аз есть царь колобок. Берем. А если понимаешь, придет колобок, а ты сидишь в этой холопской американской одежде. Все. Не берем. Это ж гадская одежда. Почему гадская? Это левушачья шкурка. Вот мы с вами, когда нам нужна помощь, мы говорим, о Боже, помоги нам Бог, да? А они, когда им плохо, они говорят, о май гад. И молятся гадам. И все это гадская валюта, доллары. Гадская одежда, что вы ходите. Американский стиль. Это левушачья шкурка. Пока ты не сбросишь левушачью шкурку, пока ты не оденешь их в украинскую вышиванку, как минимум, или царский костюмчик, как у Ивана Царевича, ты не попадешь в эпоху волков. Потому что русская народная мудрость говорит, по одежке встречаем, по мы провожаем. А если у тебя левушачья шкурка, кто ты такой вообще? В эпоху волка, новая эпоха, новая одежда, новое имя. У тебя в паспорте написано Вася Пупкин. А Васю Пупкину мы не берем в эпоху волка. Ты должен стать Светозаром, Радославом, Велеславой. Понятно? А можешь стать Еленой Прекрасной. Потому что Иван Царевич, на Еленой Прекрасной. А Руслану как нам нравится? Илье Муровцы. Ставру Годиновичу нужна Василиса Микулишна. Сказочные имена можно брать. Позвался Грузия, полезай в пыль, но встанешь ты. Кем ты хочешь быть? Руслан. Руслан? Сказочный будешь Руслан? В сказке Руслана Людмила? Вперед! 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 Есть явье тело, живешь на земле. Нет у тебя явьего тела, вся твоя матрешка развалилась. Поэтому, когда люди говорят, не важно, что есть человек, лишь бы он был хороший. Брехня! Все начинается с явьего тела, это начало игры. Все. Все отсюда начинается. Поэтому важно, что ты ешь. Пища определяет твое сознание, кем ты будешь. И вот есть путеводный камень, ты такой-такой идешь, такой по жизни, раз, камень. И написано, что есть. Налево пойдешь, медное царство попадешь, прямо пойдешь, серебряное, направо золотое. Медное царство это пища супермаркет. Это пища, которая приготовлена на заводе. Она видела. Жизнь полоса черная, полоса белая. Жизнь полоса черная, полоса белая. Жизнь полоса черная, полоса белая. И когда ты ешь эту пищу супермаркета, все, хлеб, молоко, шоколад, печенье, вот это тык-тык-тык-тык, твоя жизнь будет только черно-белая, иногда серая, но когда они смажутся. По-другому не может быть. Пища определяет, какая у тебя будет жизнь. Серебряная дорожка, это когда ты ешь экологически чистую домашнюю пищу. Пищу да каша, пища наша. То есть ты взял, гречечки сварил, щи сделал, да, из домашней капусты, зелень у бабок купил. То есть экологически чистая, жареная, вареная, это серебряное царство. Жизнь у тебя тогда становится вот такая, разноцветная. То есть ты живешь во власти чувств. Ты живешь во власти чувств, сердцем живешь. Но для того, чтобы зажить царем в голове, чтобы полностью принять второе пришествие колобка, нужно переходить на золотую дорожку, направо пойти, в мир правил. Золотая дорожка это сыроедение, питание со скатерти самобранки. И вот как раз живая кухня, ресторан небос, это переходный период, это между серебряным и золотым царством. Потому что в золотое царство не так-то легко войти, правильно? Очень много людей пыталось стать сыроедными, но из десяти пытавшихся только один стал сыроедным. Ну вот так, по-моему, людей. Поэтому сыроедная кулинария сейчас очень важна и нужна, чтобы перейти нормально. Тело человеческое перестраивается годами. Ты несколько десятилетий сжал вот эту медную пищу, а хочешь золотой царство. Надо в серебряном побыть. У тебя тело переродилось, потом в золотое переходишь. И для того, чтобы быстрее перейти в золотое царство, очень важно проходить интенсивные методы очищения. Поэтому Святослав, Святая Слава, вместе с Олегом, мы с Иваном Царевичем соображаем на троих. Проводим обряд очищения четыре дня. С пятого по восьмого. В декабря. В декабря. Приходите, сделайте себе подарок на калиду. Калида – это праздник, когда подводятся итоги. И рождается новый цикл, новое солнце рождается. И самое мощное очищение организма должно идти перед калидой. То есть это сказочное очищение. Четыре дня только на водичке, с травками, чтобы посидеть. Плюс мы тебя пробоем 60 литров воды через все отверстия. Плюс там еще народные игры, что не промылось, пробегаешь. Банька волшебная. Волшебное место, пуще водиться. Там, где сам воздух даже лечебный. Там же раньше только партийная элита отдыхала. А сейчас можно нам отдыхать, потому что мы с вами. Элита нового общества. Мы люди, которые готовы зажить в старом голове. Вот, поэтому всех приглашаю. Это самый большой подарок для тебя. Все начинается с явлего тела. Прочищество явлего тела, тогда ты сможешь, смотришь, куда сейчас у тебя. Ну, компьютер, это проекция человеческого тела. И вот в компьютер вставляют дискетку, правильно? И там программа. И она начинает работать. У человека дисководы за рот. Какую ты сюда программку вставил, так твой мозг у тебя режимы переходят работать на целый день, а потом на всю жизнь. Поэтому, если ты хочешь приобщаться к мудрости, к царскому величию, начни день с травы. С дикой травы. То есть первое, что тебе попадает в рот, если ты хочешь зажить царем в голове, это должна быть дикая трава, дикорос, одуванчик подорожный. Дикие орехи, кедровые, например. Дикая ягода, например, глюква, брусника. И первое, что попадает в рот, определяет режим твоей работы мозга на целый день. Понимаешь? И у тебя день будет золотой, когда ты начинаешь с дикости. Дикое это добро истинной красоты, излучающее по пунктам. То есть дикий это самый добрый, истинный и красивый. Ты смотришь на лань, это дикая коза. Ты увидел лань, и ты так, о боже, я лань видел, всем расскажешь. Я сегодня лань видел, у тебя целый день праздник. А ты увидел домашнюю козу, этого генетического дегенерата. Стоит она так, о боже, а что это, коза домашняя, это генетический дегенерат. Она от волка не убежит, она зимой замерзнет. Она такая веловатая и молочко дает. И ты пьешь это молоко от генетического дегенерата. И сам становишься таким. Поэтому все на кунжутное молочко, на миндальное молочко. Самое мощное молоко, это миндаль крымский есть, понимаете? Самый целебный миндаль. Потому что американский миндаль, гамо. И вот сейчас проблема вторая по питанию, это гамо. Этическая матистираная еда, когда в картошку вставляют генскорпион. Кукурузу, ген таракан. Ты ешь это, у тебя начинает вот это все, ДНК сыпаться. Все об этом говорят. Ну кто говорит, что делать? Как это? Сейчас ни один человек здесь сидящий не может избежать воздействия ГМО. Потому что оно не нащупается, не нюхается никак. Случайно купил какой-то там огуречек, еще что-то. Зеленый хороший, вроде как зеленый, сырой. А он ГМО. А ты проверить не можешь. И твой ДНК начинает сыпаться. Что делать? Правильно. Травка тебя спасет. А дуванчик, это первородная мудрость природы. И она мощная. Энергия дуванчика вот такая. Энергия вот этой ГМО пищи измененной вот такая. И когда ты ударишь дуванчиком по ГМО, у тебя ДНК все раз восстанавливается. Чистопородность людей настало время восстанавливать. Вот была ночь сварога, и все следили за чистопородными собачками, кошечками, лошадками. А люди скрещивались как хотели. Ой, я влюбилась. Не важно, там что он черненький, там желтенький, зелененький, я влюбилась. И уже охота не семью создают. Что будет? Кранты будут. Ты знаешь, что такое огурец F1? Я тебе сейчас объясню. Продают огурцы F1. Это гибриды первого поколения между отдаленными родственниками. То есть для того, чтобы получить огурцы F1, делают такое скрещивание, как, например, белый человек с негром. Рождается метист, гибрид F1. F1 наблюдается гетерозисой эффекта. Это увеличение, развитие всех качеств по сравнению с родительскими формами. Умнее родителей, красивее родителей, и все такое. Но если огурцы F1 посадить в землю, вырастет потомство F2. То есть внуки как будто у людей. И там будет вот такие огурцы. Такие, 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 такие. Все. Свистопляск. Когда люди создают семьи не с нашими, не наши. Есть наши, есть не наши. Наши, наш народ. Не наши, не наш народ. Каждому народу выгодно выдержать чистопородность. И белым людям, и неграм, и китайцам. Когда все чистопородность поддерживают, все выиграют. Когда народы начинают скрещиваться, все проигрывают. Почему? Потому что на детей смотришь, у вас дети, метисы, вот. А ты заложил бомбу метическую на 50 лет. Когда у тебя родятся внуки, и ты увидишь, что у тебя внуки вот, вот, серые, бурые, красные, зеленые, тупые, умные. Ну, тут непонятно, что у тебя там родится. А F3 там еще больше идет расщепление. Кранты. То есть сейчас настало время восстанавливать чистопородность людей. Понимаете? Да? Ну и что? У меня он подвязки на небесах. Солнце вот, понимаешь? Земля вот. На земле ходят вот такие люди. Вот такой Иван Царевич, вот такие спецслужбы, вот такие Ротшильды. А за меня солнце. Настало наше время, утро с ворога. Если ты осознаешь свое звездное величие, что ты соединен вот с таким солнцем. Вот с такой полярной звездой. А путеводная звезда по сравнению с Солнцем моя, откуда моя душа прилетела, ну и твоя с твоей путеводной звездой. Она вообще на несколько километров по сравнению с размером Солнца. И вот это все величие, ты соединяешься со своим световодственным величием. И все. Ты можешь говорить о чем, что хочешь. И к тому же я говорю по приколу. Если бы я говорил серьезно, им бы это задело. А я же прикалываюсь. Сковорок мало ли что скажет. За ушко подергаю. То есть, только дикая травка спасет нас. И заметьте, почему Европа спит беспробудным сном, Америка спит, а Россия и Украина еще держатся. То есть у нас еще как-то душевные и духовные качества проявлены гораздо больше других народов. Потому что мы с вами до сих пор едим дикие грибы. А они это гамоши, пиньоны только рубают. У них только одни грибы. Мы с вами хоть как-то едим дикие орехи, лещины. Правильно? Бруснику, клювку. Мы с вами пьем травяные через Карпатский год. Понимаете? Вот это заповедные места, там самая большая энергия дикости, первозданности. И вот мы когда вот это все в себя вносим, вот этот дикий генетический материал, первородный, божественный, вот у нас здравомыслие сохраняется. А они там сидят целиком на пластике. Даже вот это у них органик фуд, это же лохотрон. Лиса говорит вам как, в этот лохотрон или в этот лохотрон? Заходишь в супермаркет, там типа такая еда, и тут отдел здоровой еды. И там вот эти, понимаешь, хлебцы из этих созлаков, злачные места, еще там всякая, короче, разводка, да? То есть Лиса говорит, ну что, ребят? Настая политическая. Да. Эпоха волка. Все. Второе тело, жарье тело. Его надо кормить. Многие соревнования не докармливают. Уходят такие, блин, и жалуются. Жарье тело, тело энергии. То есть если ты переходишь на скатерть-самобранку, ты должен качаться, заниматься физкультурой и спортом в 10 раз больше, чем обычно питающиеся люди. То есть когда ты переходишь на здоровое питание, у тебя в теле такая движуха начинается. Говно все, что накоплено за десятилетия с тебя выходит. Ты, блин, похудел, ослабел и все. И ходишь такой, блин, дистрофа. А надо качаться, на правиле висеть. Очень огромная энергия получается от правила. В баню ходишь, горячая-холодная, горячая-холодная, горячая-холодная. Контрастный душ. И обязательно русские народные игры. Без русских народных игр ты не разовьешь жарье тело. И заметь, самое сильное животное на земле. Львы, мясоеды, да, мускулы. И зубры, травоядные. То есть зубры такой идет. Можете себе представить зубры или льва, чтобы он с гантелькой такой ходил. Ни лев, ни зубок не тягают гантельки. И при этом огромные мышцы и огромная сила. Мясоед, сыроед, сыроед, лев. И травоядный сыроед, зубок. Огромные мышцы и огромная сила. То есть прокачанное жарье тело. Чем они занимаются? Правильно. Они, во-первых, бегают. И заметьте, как бегают. Быстро, медленно. Быстро, медленно. То есть лев бежит за добычей. Он такой раз, ускорился, потом раз. Споймал, остановился. И так. Быстро, медленно. Зубры тоже, он так. Быстро, медленно. Быстро, медленно. И когда мы играем в русские народные игры, у нас такой же цикл, да? И второе, что поддерживает вот это состояние силы такой семижильно огромной у зубра и льва, то, что лев постоянно говорит. Что бы, какой антилопа, да-да-да. Что бы, растягиваемся. И тянется реально по полу. Я такой, ура, лев, такой ура. Смотри, как смотрит антилопа. Он такой левец и сбегает. Там, где обычно льицы больше бегают, лев, он такой, я уже ладно. То есть, вот она сила. Растяжка. Поэтому, я говорю, обязательно провила. Подымайся. Покажи, как надо тянуть. Молодцы. Сними свою вот эту, сучкурку, лептиловую. Вот она, добрый молодец, оттягивается по полной. Да, спит даже в полной натяжке, да? Почти. Подтяжка. Покажи, как надо тянуться и как надо правильно спать. Становимся в позицию коленей, чуть согнутая. И держим, как будто бы, удерживаем круг. Только шаг, шаг, сфера. Натяжку, делаем. Колобка, колобка, колобка. Все же. Начинаем натяжку, да? Делаем, тянемся. Подбородок, как на колокольчик. Как сказал Савельич. А, горит где больше. И держим. Стоим. Тянемся, тянемся, еще больше, еще больше. То есть, вытягиваем эти вот все. Запястья, они должны быть сокрыт. Расскажи, как у тебя утро начинается. Утро? Да. Тянусь, вешу на перекладку. То есть, по-полному растягиваешься. То есть, пока не растянешься, утро не начинается. Утро не начинается. Утро не начинается. Ты же мне говорил, каждое утро натягиваешься вообще по полной. Да. Постоянно. А стыж как натяжки потратить. И сплю, получается, я ровно как... Не так, не так. То есть, ровно вот так вот. Могу на животе спать. Нашей ровно. А вот так? Или вот так вот. Да, руки вперед. Вот так, да. И спишь. Вот так вот. Вот так ложишься и спишь. И не двигаешься. И в натяжечке и встаешься. Да. То есть, вот ты мне говорил, каждое утро ты вот протягиваешься, а потом только жить начинаешься. То есть, ты говоришь, пока же не протянешься, жить не можешь. Все. И вот надо привыкнуть к вот это зрение полной натяжки. Присаживайся, молодец. Ну, у нас многие в Белояре тянутся. Известная тема. Ну, я подхожу, а пальчики такие, как сопли. Понимаешь, хватка должна быть сильная. Надо тянуться полностью. Не только рукой, но и пальцами. Потому что, когда у тебя сильная хватка, ты раз! И схватил свое по жизни. А если у тебя хватка слабая, у тебя жизнь из-под пальцев все выходит. Змей Горын начал тебя забирать деньги, любовь, здоровье. И ты такой, а я такой хороший человек. Я сыроеден. А если бы была на добро, почему я не могу найти себе женщину? А что такое? Га! Семежильность надо развивать! Чтоб ты ее раз! Га! Чтоб она почувствовала, мужик, стержень ей. Тогда и найдешь. Поэтому обязательно надо прокачивать свое жаре тела. Натяжки, бег, вот этот, переменно, быстро, медленно, быстро, медленно. Поэтому здесь в Киеве, здесь клуб есть, правило. Там делаем регулярно по выходным, вы играете народные игры, танцуют, хоровод. Потом вы еще встречаетесь, да, отдельно. Где вы встречаетесь на родные игры? На Софийской площади. На Софийской площади, да. И готовимся к 22-му, день рождения солнышка. Приходите нам помогать. 22-го, день рождения солнышка. Огромный корабль. На тысячи человек, да. Игры, танцы, хороводы, приобщайтесь. Вот. Понятно, как жар птицу кормить? Да. Если жар птица будет недокормлена, твои мечты сбываются медленно. У тебя жар птица сильная, ты не идешь по жизни, а ты летишь. У тебя все получается. То есть ты такой энергичный, у тебя яркая жизнь, ты яркая личность. У тебя все яркое, ты одеваешь яркую одежду. Когда у тебя жар птица слабенькая, тебе хочется носить серенькое, черненькое, такое вот мутно-зелененькое, мутно-синенькое. То есть твоя одежда, это же показатель, какой у тебя жаре тело. Когда у тебя жаре тело яркое, тебе хочется носить яркое. А яркую одежду, яркая жизнь, понимаете? То есть это очень важно, чтобы яркость была. Это жаре тело, оно переливается всеми цветами радуги вокруг нас. И обычно у кого-то какой-то цвет больше, у кого-то синего больше, зеленого. И вот когда у тебя синего цвета больше, в жаре птицы твоей, ты одел синюю одежду, оно тебе сияет. И все говорят, о, тебе синий цвет идет. Потому что вот оно, синий цвет, его смотрят через твой жар птицу. И вот когда мы проснемся, у нас в чик откроется третий глаз, мы будем видеть вот это жаре тело вокруг всех людей, вокруг трав, цветов, бабочек. Как в фильме «Аватар», помните? Там все переливалось. Были растения, а вокруг него такой перелив идет энергии. Вот это жаре тело. Вот это жар цвет, который ищут на купавах. У меня друг на дольменах со своей девушкой отмечал купаву. И они нашли цветущий папоротник. Неопалимая купина он называется. Потому что папоротник, он свечет таким ярко-малиновым светом. И они вдвоем видели вот такое яркое малиновое свечение. Когда руку туда заносишь, яркий свет, но он не палит пальцы. Поэтому говорят «неопалимая купина». Это не то, что там в церквях парит мозг. Это конкретно. Вот она, неопалимая купина. Это наш цветущий папоротник. И вот когда влюбленная на купаву накал сил солнца в куполь, и больше возможностей для открытия видения жаре тела. Вот это жаре тело цветет у папоротника. Чувствуете? Все это есть. Тут же в Киеве недавно один добрый молодец проводил семинар по русской скачной культуре. А в конце говорит. «Учите русские народные сказки». Взял шапку-невидимку и просто исчез. Мои друзья были на этом семинаре. Что вы думаете? Вы же посмотрите. Настает эпоху волка, эпоху волшебства. Раньше в экстрасенсов не верили. Сейчас смотрят битвы экстрасенсов. Вы посмотрите. Каждый в нем все больше чудиков. Просто туда не посмотришь, что везде. То есть эти чудики везде. И вот это больше чудес, больше волшебства, больше чудиков. Наше время настает. Хватит бояться. Сколько можно быть овечком? Я собираю не стадо, а стаю. Стаю волков позорных. Будем мочить. Масонов там всяких. Понимаете? Ты это сможешь со мной пойти в стаи, когда ты поймешь. Вот это пирамида всевидящая ока. Это ты. Ты всевидящая ока. Золотой миллиард. Это мы с вами. Те, кто колобье тела восстановит, тот спишется в эпоху волка. Мы с вами золотой миллиард. Вот этот знак, это наш знак. Это значит, мы дети коровы зиму. Корова зиму, это наш чертог, полярная звезда и семь звезд. Когда на тебя идут темные силы, ты говоришь, ХА! Вот эти коровы зиму. Потом так, и козы седут. И темные силы уходят. Мне уже несколько девиц писали, что во сне их одолевали, и темные силы не раз во сне и убегают. Или в подворотник у них раны подходят. ХА! Вот эти коровы зиму. Надо глупить глаза и сказать это яро, так уверенно. Конечно же, хулиганы, а не подумают. Решать надо все волшебным образом в этой жизни. Понимаешь? Нам и тело надо накормить. Это тело информации на современном языке. Когда навье тело сытое у тебя, когда ты его накормил, тогда ты живешь в моменте здесь и сейчас. Ты замечательный человек, ты все замечаешь. Ты смотришь на мир широко открытыми глазами, и ты видишь все эти возможности. Когда у тебя навье тело голодное, недокормленное, вот у тебя как будто есть волшебное зеркальце, в котором показывается прошлое, будущее, настоящее, что творится в других нырах, сказочное зеркальце. Оно у тебя есть, у каждого широко есть. Но оно у большинства людей сейчас покрыто таким налетом. Знаете, старинные зеркала, или где-то на даче запылились, там такой белый налет, дымка, и не видно что-то. Есть такое? И вот твое навье тело вот в такой дымке сейчас, и ты не можешь видеть возможности. Вот когда ты эту дымку сотрешь, ты в зеркальце посмотришь, и тебе показывают все варианты твоего прошлого, будущего, настоящего, что творится в других мирах. Когда у тебя навье тело грязное, это как будто ты пришел к путеводному камню, а там камень заляпан грязью. Ты не можешь почитать, что на этом камне написано, что налево пойдешь, что там будет, что ты прямо пойдешь, что ты там, коня потеряешь или жену найдешь. И что направо пойдешь? Ты не видишь, пока у тебя навье тело грязное. Вот это вот чистое навье тело, чистое зеркальце, чистая надпись, напрямую связано с чистотой воды, которую ты пьешь. То есть родовую книгу, на которой написана вся мудрость предков, вся информация, которую тебе нужно знать, чтобы быть счастливым, богатым, здоровым, и влюбленным нам дает чистота воды, которую мы пьем. Самая полезная вода – это родниковая вода. И сейчас для каждого человека обязательно надо пить родниковую воду, чтобы вспомнить свою родовую мудрость и стать русским народом. Пока ты не начнешь пить родниковую воду каждый день, ты не станешь, ты не поймешь народной мудрости. У тебя будет мутное зеркало, у тебя будет заляпанное грязью камень. Тут сейчас сидит большинство гаража. Во всех есть машины. Покупаешь баки такие дубовые, бочки дубовые, баки для воды такие, с белого пластика пищевого, самое безопасное. Не прозрачный такой, белый пластик с полиэтиленом. Едешь на родник, привозишь там 20-40 литров 60 воды, и твоя семья пьет неделю родниковую воду. Вот этой водой с канализацией умывается, чтобы в квартирах течет, а родниковую пьет. Ведь в квартирах заметят такая труба с говном, такая труба с водой, и они так текут рядом и друг друга облагораживают. А ты через фильтр пропустил, и типа, вот, у меня чистая вода. Может, она химически чистая, но в отношении энергии, и всего остального, да. Понимаешь, вот у тебя мутное сознание, у тебя муть в голове, у тебя нету ясности. И ты пытаешься понять, блин, что мне делать, куда идти, что-то я не понимаю в своей жизни. Что-то у меня как-то мутная какая-то обстановочка, мутная жена, какие-то мутные друзья, мутная работа. У тебя пока мутная, наветела, у тебя все мутное. И семья, и друзья мутные, работа мутная. Когда у тебя чистое, наветела. Когда у тебя чистое понимание семьи, друзей, труда. Чувствуете? Чистота воды это самое главное. С чистоты воды только начнется твое восхождение дальше. Наши мозги на 90% из воды состоят. Заметьте, змеи Горынычки, они хотят высушить наши мозги. Пока у нас мозги сухие, мы не можем соображать. То есть, заметьте, больше всего сушат мозги что? Алкоголь. Все знают, что алкоголь высасывает воду из мозгов. Мозги это самая водянистая часть тела человеческого. Прежде всего высыхают мозги, поэтому выпадают волосы, поэтому лысины, поэтому мигрень. Основная причина мигрени это твои высохшие мозги. Основная причина выпадения волос и слабых волос это высохшие мозги. Надо стать глубоко пьющим человеком. Пить, родниковая вода. Голова болит, выпей. Зуб болит, выпей. Нога болит, выпей. Сердце болит, выпей. Пить надо по полной. Родниковой воды. Вот, потом смотри, в институте учишься и тебе говорят, что ты сушишь мозги? Слышали? Реально, все лишние знания, которые мы в жизни не будем использовать, они сушат наши мозги. Потом, заметьте, в квартирах пересушены воздух, города. Есть такое? Опять мы высыхаем. И прежде всего, высыхают мозги. Поэтому надо увлажнители ставить. Но это все полумеры. Она эпоха волка. Я говорю, пожесткачу. Сейчас, почему людей чаще стали увольнять с работы? Потому что увольнение наше слово. Эпоха воли настала. Ты стал вольным человеком. Тебя уволили? Молодец. Хватит быть овечкой, пастись у этих змеев, горыночек. Сейчас система будет такая, что увольнять будут в 10 раз больше, потом в 100 раз больше. Тебя будут пинать отовсюду, пока ты волком не станешь. Когда ты не возьмешь ответственность на свою жизнь за себя, ты станешь предпринимателем. Ты сам будешь решать все в своей жизни делать. И до тех пор, пока ты не станешь, тебя будут пинать от одной работы в другой, от одной в другой. Понимаешь? Самый змеиный вид спорта это футбол, это пинают колобка. Это ты, этот колобок, и тебя будут пинать, пока ты не перестанешь быть овечками и не станешь предпринимателем. Воля. Коммунальные расходы будут расти. Слава росту коммунальных расходов. Они будут расти, пока они тебя не вытурят всю из города. Пока ты не переселишься в волшебное родовое поместье, жизнь тебя будет напрягать. Бензин будет дорожать, коммунальные расходы будут расти, а море прогноз на ближайшее время. С работы его начнут выгонять все тяжелее. И тебя будет трясти по полной, пока ты живешь как овечка. И тебе будет с каждым днем жить все тяжелее, все больше страданий, все меньше денег и все меньше любви. А если ты скинешь свою овечку, станешь волком, волшебником, раз, начнешь его волком серым, он же оборачивался, и жар птиц, и в этом, коня злотогрил, Елену прекрасно, ты как волшебник, раз, раз, они тебя облаживают, и ты раз. Когда ты станешь волшебником, тебе не захочется уезжать из Украины. Если ты хочешь сбежать из Украины, значит, сейчас зашигали, Змей Горыныч. У тебя еще овечка, это психология. Потому что нашу родину надо держать, надо ее спасать, правильно? Ура! Че сматываться отсюда? Жидкие мозги утекают, настоящие остаются. Наше место, мы должны сказать, Змей Горыныч, до свидания. Макс Трот, до свидания. Вот, поэтому надо иметь водянистые мангиты, да, ты способен соображать, да, ты способен видеть знамения жизни. То есть, кормление это чистая вода и обязательно широко открытые глаза. Тарелочка с голубой каемочкой, по которой катается яблочко. Только когда ты начнешь ей пользоваться, только тогда ты накормишь свое явье тело, тело мудрости, тело знания, навыки тела. То есть, тарелочка это земля, голубая каемочка небеса, и по ней катается яблочко, солнышко. А еще по ней катается яблочко твое, глазное яблоко называется. То есть, ты глазами туда-сюда, туда-сюда по этой жизни. И когда ты идешь куда-то, ты такой раз, смотришь возможности пожить, да? Внимать. Тогда твое навея тело сыто, оно получает достаточное количество информации внешнего мира. А если ты идешь на работу, я на работу, я на свидании, я там спортом заниматься, и все, кранты тебе. И если ты навея тело не накормишь, остальные тоже не сможешь как следует восстановить. Ясно, как накормить навея тело? Молодцы. Видите, просто объясняет Иван Царевич, святая простота народной мудрости. Чем проще, тем правильнее, чем сложнее, тем больше лжи. Понимаете, это Змеи Горыныч, и они все объясняют так. Если женщина большого веса преклонного возраста снять с четырехколесного деревянного устройства, которое прикреплено двумя палками 2 метра 70 сантиметров к животному семейству великопитающих, это род лошади, то вследствие того, что масса он телеги уменьшается, то ехать к животному семейству великопитающих будет легче на 30%. Понимаете? И так объясняется весь мир, когда ты пользуешься научным термином. Когда ты объясняешь мир через белки, через жиры, через психологию, через эго. Ты вот объясняешь мир вот так вот через задницу. Надо говорить «Баба с воздуха были легче! Все! Нам и тело! Пить надо больше! Все! Когда нас выпил, все в порядке! Чувствуете святая простота? Поэтому я говорю, давайте говорить по-русски. Эго это безобразное слово, оно несет образа. Это жиры, углеводы это безобразное слово. Витамин В12 это полное безобразие. Кто здесь сидящий видел витамин В12? Яблоко видели? Малину видели, да? А витамина В12 никто не видит. Вампуле В12 ходим. Там жидкость какая-то в этой ахуле. Но там же непонятно или там В12 или там вода. Непонятно. То есть вера в витамин В12 это вера как в Иисуса Христа. Был Иисус не был. А чем ты докажешь? Надо верить в очевидное. Вот мама твоя есть, папа есть, дедушка был, бабушка была, потому что ты здесь. Это очевидно. Солнце есть, земля есть, мы есть. Вот если ты будешь жизнь, опираясь на очевидное, ты придешь здравомысливать. А если ты будешь верить каких-то вознесенных учителей, в Кришну какого-то? Был Кришну, не был Кришну. Куда я знаю? У нас как церковь колобка? Надо петь и говорить Харя колобка, Харя колобка, твоя колобка. То есть у нас служба еще капельная. Приходим и так. Во имя старика и старухи святого колобка, для святится имя Твое да придет царствие твое колобок. Я уже не беси таки на земле. Церковь это целостный родовой круг отцами ведом. Заперем мне русское слово, которому тысячи лет. Целостный родовой круг колобок отцами ведом. То есть казаки церковь все решали. Они собирались в казачий круг и там собирали самые мудрые мужчины и решали колобком. Вот это церковь. Капище у нас сказка есть. Церковь это более древнее понятие чем капище. То есть церковь она живая. То есть церковь это целостный родовой круг отцами живых. видом то есть церковь это живые люди собираются с бородами мужики кругом садятся и решают. А капище когда ставят кумиров сварова перуна и возносят требы читают что-то это тоже серебряное царство. А церковь это золотое царство. То есть это живые люди живой вопрос решают. Понимаете? Среди них нет искусственных идолов кумиров и так далее. то есть почему ведется борьба? Потому что люди застряли. Эти в Иисуса верят, эти перуна кумир поставили, эти Будду, эти это и все друг друга недолюблены. А колобка уважают все. Понимаете? Колобок нас объединяет. То есть приходишь к христианам, ну что, против колобка никто ничего не любит. Ни христиане славяне, ни кришнаиты славяне, ни анастасиевцы славяне, ни староэры славяне. На колобка бочки не катят. Понимаете? Колобок нас объединяет. И когда до тебя дойдет, ему тело. То есть оно питается смыслами. Это тело смыслом. Там завязка идет, причинно-следственная связь. Завязывается узелок на память. Вот ты если поговорил, понял, о чем я говорю. У тебя узелок на память завязался в твоем клубне теле. Клубье тело имеет форму серебряного шара размером с кулак, который крутится в центре головы постоянно. И оттуда идут нити такие. И вот мы сейчас тут говорим и здесь в пространстве сплетаются нити смыслов. Переплетаются нити смыслов и у кого-то остаются узелки на память, у кого-то не остаются, смотря кто как умеет их ввязать. И вот когда мы расходимся, у кого-то узелки остаются и у кого-то раз не остались. Узелок на память прежде всего надо научиться завязаться в своем путеводном клубочке в голове. Это тело смысла. И пока ты старовер, родновер, анастасиевец, кришнаит, христианин, ты непутевый человек. Поэтому тебя взял какой-то эгрегор, который объяснил тебе смысл жизни, который дал тебе веды, священные писания, объяснил тебе что и как заповеди предков. Все, ты пропал. Потому что есть только одна организация живых людей, в которой ты будешь путевым человеком, которая называется как? Это организация, в которую надо вступить, и не вступить, а понять, что ты уже в ней есть, и следовать ее заповедям. Называется русская народная культура. Понимаете? То есть Владимир Даль собрал поговорки русского народа и пословицы 30 тысяч поговорок, которые описывают всю народную мудрость. Правильно? Буквица наша Аз Богов ведаю благолю добро. И вот заповеди, 16 заповедей. 7 заповедей по горизонтали, 7 по вертикали, 2 по диагонали. Вот наши буквицы в квадратике вот этом 7 на 7. Вот они заповеди. То есть наши скороговорки, наши русские народные танцы, сказки. Вот это нас что объединяет и это делает тебя не сектантом, путем человека. А когда ты принадлежишь к какому-то организованному движению и четко следуешь чему-то, все, ты не путевый человек, ты овечка, которая пастух пасет и ведет к какой-то цели, которая может пастуху то и ясна, но тебе вряд ясна. Со стадом идешь, строим все поместья, вот такое стадом, там все на капище, все молятся от креста, и знаешь, овечки туда, овечки сюда. А я тебе говорю, берем только волчар позорно. Стану рано утром на заре и пойду к высокой я горе на горе той песню спою про любимую родину мою. Понятно? Пока ты читатель, ты не путевый человек. Ты станешь путевым человеком только тогда, когда станешь писателем. Ты начнешь писать свою жизнь, свою книгу, свои планы. Тогда ты станешь путевым. А пока ты ходишь, зелененькая книжечка, красненькая, желтенькая, голубенькая, и понимаешь, тебя змей горыночек перепихивает от одной головы к другую, от одного лохотрона к другому. И так можно провести 10, 30, 40, 50, 70. и до свидания. Так и застрял на уровне, например, третьего тела, накопления мудрости. Для того, чтобы привести это же самая большая проблема современных людей, правильно? Что люди не понимают, зачем они живут. Люди не понимают, с кем им жить. Где суженную найти? Где ее найти? А тут все написано. Здесь написано три главные вещи. Первое. Чем тебе в этой жизни заниматься? То есть твои таланты, как тебе зарабатывать деньги? Когда ты начнешь свои таланты в жизни воплощать, у тебя всегда будет достаток денег. То есть достаток денег показывает то, что ты путевый человек. Ты прошел первую ступень. Вторая ступень, когда ты стал путевым человеком, это найти себе жену. Суженную. Так? Вот. Суженную найти. Здесь тоже написано, где ее искать. Где тропинка. И третий шаг, который тебе надо сделать, это где вам вдвоем жить? Где создавать волшебное родовое поместье? Потому что в эпоху волка все будут жить в родовых поместьях. Сейчас в эпоху лисы всех раскидали по квартире. Бомжарь. Кто такие бомжи? Бомжи это литя без определенного места жительства. Вот тебя нет на небесах, тебя нет на земле. Ты живешь на пятом этаже. Ты бомж. Литя без определенного места жительства. В эпоху волка берем только людей, у которых есть свой дом и сад. Все. Сказка ложная в ней навек. Кто понял ее? Гуру. Кто хочет восстановить свое клубье тело, приглашаю на семинар обретение путеводного клубочка, где мы с помощью русской народной мудрости, с помощью игр, танцев, хороводов, сказок сходим к бабе и е, возьмем путеводный клубочек. И за два дня ты станешь путевым человеком. К концу второго дня ты сам себе запишешь в блокноте куда тебе идти, с кем идти и что делать. Хотите? Приходите на семинар. Во! Хороший семинар. Волшебный семинар мистерия как стать путем человека, обретение путеводного клубочка за два дня. Это, значит, это тело кормится смыслом. Смотри, на небесах все путевое, солнце знает свой путь, оно раз, с востока на запад, солнце путевое, звезды движутся тоже своим путем, птицы летают, чик северы на юг знают пути. На земле все путевое, муравьи путевые, они знают, куда ползти, как строить муравьи. Трава путевые, знают, как ей расти, как свести. Деревья путевые, все. И путевые зайцы бегают, путевые волки, периодически кто-нибудь кого-нибудь ловит. Потому что есть случаи, когда волк зайца догоняет, зайц ложится на спину и своими лапами бьет ворду волку, и волк умирает. Потому что у зайца очень сильная ноль. Он может реально у любого волка замочить, если захочет. Поэтому, понимаешь, всегда вот есть выбор. И вот там все путевое, на земле все путевое, и один ты такой ходишь прокладочкой непутевая. У меня нехватка денег, у меня нехватка любви, я не могу себе жену найти, я не могу себе работу найти. И вот что-то такое, блин, прокладкой непутевое. Тут все путевое кругом, один ты такой. Настало время стать нам путевыми людьми. Тело кормится смыслом, правильным смыслом. Правильных смыслов в книгах нет. Они есть только живые. Следующее тело колобье тела. А, еще, кстати, путеводный кругольчик напрямую зависит от чистоты воздуха, которым ты дышишь. То есть, чистый воздух ты можешь чисто сплетать, завязывать, развязывать. Грязным воздухом ты дышишь. У тебя грязные узлы, грязное завязывание, грязное развязывание. Поэтому, чтобы клубе тела в порядок привести, надо обязательно продышки делать. Если ты горожанин, пробежки по парку, периодически на природу, в пущу водицу к нам на семинар, походы, и ты более-менее хоть какую-то путевость будешь поддерживать. А если ты плотничком сидишь на грязном городском возрасте, тебе никогда не стать путем человека в этом плаще. Понятно? Это вот стихия солнца, колобок. Кормится солнечным светом. Когда ты солнышко встречаешь, когда ты солнышко днем на него любуешь, провожаешь по вечерам, то у тебя загорается колобок, царь в голове. В голове есть шишечка, шишковидная железа. Она когда у тебя открывается на тебя говорит, ну ты шишка. И вот из шишки надувается вот такой золотой сияющий шар разума, радости и развития. У тебя в основном тут у всех колобок сел на голодный поек. Именно поэтому ты стрижешь бороду. Именно поэтому ты носишь короткие волосы. Именно поэтому у тебя малоподвижная мимика лица, что я беру за щечку и дикая боль. Потому что колобок окаменел. У тебя не колобок здесь, а блин. Блин это сплющенный колобок. Понимаешь, плоское мышление. Есть объемное мышление 3D, когда колобок светится, а есть плоское. Плоское люди, плоское мышление, плоская жизнь. Хочешь стать объемным? Подружись с колобком. Церковь колобка встанет. Самое прикольное это церковь церковь. Да? Как у тебя со щечкой? Я я я я я я я я я вот здорово тебе соберем. Берете? Да. Откуда там? Вон колобок берем к нам в опуху волка. Так. колобок это круглый сияющий шаграф. Хотя некоторые люди из медного царства они видят в слове колобок два интересных слова кол и лобок. Я говорю к тому, что все можно в этой жизни совершенно по-разному трактовать. Или это масонский знак, да? Секретный знак мазоны. Или это раз, мы дети коровы зиму. надо трактовать все с нашей колокольни со сказочной. Масоны нам предлагают свою картину мира. Объяснения своей пирамиды всяких знаков. Мы говорим ребятам у нас сказочная колокольня. Нам русская народная мудрость так и говорит. Смотреть нам. Каждый смотрит со своей колокольни. Правильно? Что нам на ваше желать? Программа золотой миллиарда? Наша. Знаки наши. Символы наши. Путин наш. Янукович наш. Янукович старается изо всех сил. А вы его недолюбливаете. Он с вас убивает духовечки. Вы стали волками. Стали сильными. Волшебными. И он старается с Азаровым на двоих там уже. И иногда на троих там Тимошенко из тюрьмы писает. И там тоже свои пять копеек. Старается вовсю. А вы на них бочки качите. Это же святые люди. Вы не передайте им. Хорошие наши президенты. Поэтому их снимает про них сериал «Сказочная Русь». Это же не случайно такая игра. Там все красиво, дорого сделано. Видели сериал «Сказочная Русь»? Они за это не наказывают. Они даже делают. Так потому что за сказку не накажут. Понимаете? Надо, чтобы наказали. Э-э-э. Плохо волка. Ну, танцуют все. Вот. Короче, когда ты ржешь, колобок укрепляется. Когда у тебя морда клина, колобок каменеет. Самое страшное заболевание на земле – это серьезность. Хуже некуда. Мне серьезная тишина. У меня родители уже сказали, и уже серьезная пора. Ничего там смешного нет. Знаете, мне уже столько лет надо жену найти. Мне серьезно надо найти высокооплаченную работу. Я вот не согласен. Никакие-то работы дали мне такие. У меня серьезная работа. С серьезной зарплаты. С серьезным начальником. Которые регулярно будут вызывать меня на ковер. С серьезностью на общаться. Видите, здесь таких нету. Серьезно. Понимаешь? Все, кормит твоему колобку. С колобком понятно. Кормится светом, кормится радостью. Будем кормить колобка? Да! Слава колобку! Да! Слово! Понимаете? Вот ты выйдешь на Майдан и крикнешь Слава колобку! Все рады будут. Да, если ты крикнешь Слава Иисусу или Слава колобку. Кто-то обрадуется, а кто-то нам тебе в пачку даст. Я говорю, колобок нас свет объединяет. Выйди, кричи Слава колобку! Никто слова не скажет. Вы понимаете, что нас объединяет? Русская народная культура. Культура объединяет. Нету конфликта культур. Есть конфликт в бескультуре. Бескультурные чеченцы бьются с бескультурными русскими. Понимаешь? Культурные чеченцы с культурными русскими не бьются. Понимаете? Что? Культура культура. Ну, культура это пульт света. В каждом народе есть святые люди, которые призывают к радости, к красоте, к танцам. Есть же чеченские народные танцы, они веселые. Есть русские народные танцы, они веселые. Культурные люди разных народов между собой всегда найдут общий язык. Бескультурные люди постоянно дерутся. Культура появляется у людей только когда колобок начинает светиться. Хоть как. Вот это культ, культ изначального света. И вот нас говорят, осветить проблему, осветить вопрос. Слышали? Вот это отсюда. Когда у тебя есть колобок, ты можешь осветить проблему. Когда у тебя колобок сел на голодный паёк, когда он тусклый, ты не можешь осветить проблему. Нечем светить. И вот цари носили короны. Короны и такие лучи на листа. Чтобы раз, образ того, самоцветные камни, как кристаллы, которые могут концентрировать лучи. Поэтому говорят, тяжела шапка Мономаха. Слышали? Под каждого русского царя Рюриковича, Пророговича, Соколова. Поэтому трезубец, летящий сокол в Украине сейчас. Делали свою корону под его колобье тело. Тогда действительно Рюриковичи, их колобок светился гораздо ярче, чем колобки других людей, которыми они управляли. И вот Владимир Мономах, которого звали Владимир Красный Солнышко, при котором жил Илья Мурмец и Добрыния Никитича, он был самый просветлённый человек среди всех Рюриковичей. И у него самая была мощная шапка. И все цари, которые пытались одеть его шапку, у них очень сильно болела голова. Потому что эта шапка была рассчитана на очень яркое колобье тело. Понимаете? Шапку Мономаха только смог одеть русский царь Александр II, который вот с такой бородой был. Помните, такой царь был с такой бородой? Который говорил, Россия для русских и по-русски. Только этот царь смог одеть шапку Мономаха и хорошо себя чувствовать. Все остальные не могли обидеть цари. Ну, а простых людей даже речи не было. Чувствуете? Или вот эта корона такая, которая сейчас на российском гербе нам надо орлов. Ну, российский герб – это орёл и финист – ясный сокол. Две птицы. И над ними корона такая, Анну и Иоанну. Такие полушария раскрыты. И такая шишечка поднялась. Камень с его смертной. Да? Когда у тебя колобье тело светится, у тебя как раз раскрывается полушарие, шишечка вылазит. Поэтому на статуях Будды такая маленькая шишечка сверху. Так. На тебя говорят – ну ты шишка. Да. И очень многие священники на посохах шишки носят сверху, да? В Ватикане вот такого размера кедровая шишка стоит. Парни. Типа не шишка мира. Мы шишка мира. Киев – столица Руси и вообще всей планеты. Ура. Ура. Не, ну это правда. Эпоха Волка нулевой меридиан проходит через Киев. Здесь решается судьба мира. Поэтому за Киев так сражаются. И чем больше здесь будет людей царского соснового, у которых светится колобок, чем больше будет людей волшебников, у которых дивье тело, тело волшебства накормленное и сытое, тем красивее, легче и миролюбивее будут решаться вопросы в Киеве. А если в Киеве население будет вот одни эти витязи и веси, то будет очень жарко и много кровопролития. А если будут их разбавлять очень хорошо цари и волхвы, волшебники, вот, они находятся просто своим вот живым полем, накрывают это пространство играми, хороводами, танцами, там колобками, сказками, все такое раз, и оно как-то все миролюбивое, красиво там поржали, посмеялись, как бы, в Европу, а Россию обняли, и нормально. Столица России, Руси объединенная, то есть Россия, Украина, Беларусь, будет в Киеве. Мы так решили. Спокойной кощей без мира. Так что глядите, на вас ответственно. Если кто смоется с Киевом, догоним и нахуй. Если кто будет увиливаться от выполнения своих супружеских обязанностей, догонит на каждой волшебной пенсии. То есть, какие супружеские обязанности? Полюбить надо свою Родину, понимаешь, всей душой и телом. И ради нее жить. Когда ты живешь ради Родины, твоя сила увеличивается, здоровье увеличивается, богатство, все увеличивается. А когда ты ищешь, где бы тебе задницу пригрело потеплее, где бы там лучше кормили, отлучим тебя от церкви Голобка и крутись как хочешь. Рядом церковь змей Горынычка, Бухалова, Призимовка. Рядом церковь лисы, Фокстрон, Байфокс. Ну и так далее. Тело волшебства обитается волшебством. Когда ты веришь в Деда Мороза, когда ты веришь в Голобка, ты веришь, что Иван Царевич настоящий, ты веришь в чудеса, ты веришь в сказку, когда у тебя тело такое раскрывается. Когда ты смотришь на мир удивленными глазами, ты такой, «Куда я попал? Кто здесь сидит?» Ты смотришь на мир, как будто в первый раз. Он такой, «Ах, кто здесь?» И так ты удивительными глазами смотришь на мир, и тогда твоя жизнь, она полна чудес и удивлений. Ты вспоминаешь, что ты прилетел со звезд, у тебя есть путеводная звезда, и из путеводной звезды этот поток волшебства идет на тебя. И когда ты свое диве тело раскачал, ты уже живешь не в достатке, а в изобилии. Когда у тебя дивье тело мощное, у тебя навалом любви, у тебя навалом радости, у тебя навалом красоты, здоровья, денег, у тебя всего навалом. Потому что жизнь такая по щучьему велению, по моему хотенью. «Раз – печка поехал!» «Раз – щуку поймал!» «Раз – дрова сами рубятся!» «Сказки почитай, там же все время крошечки-хаврошечки говорят!» «За ночь – сто ручников!» «Вот ты представь, за ночь вручную туда машинок не было, сто ручников!» «Раз – в ушко коровы Зимун залезла, с полярной звездой соединилась, там, где ее звездная родина, на приколе находится, полярная звезда. «Раз – сто ручников!» «Раз – сто ручников!» «Все!» «Илья говорит, за ночь посадить пшеницу, вырастить ее, измолоть муку сделать, сто хлебов выкинуть!» «Как ты это сделаешь обычным путем?» «Тут раз – коровы Зимун залезла, в ушко там, раз – с полярной звездой соединилась, полярная звезда – вот такая энергия волшебства! Солнце – вот такое по сравнению с полярной звездой! Земля такая, на ней вот такая маленькая мачеха, и ты такая маленькая!» «И что этой полярной звезде для тебя, зо ручников?» «Это О!» «То есть, вот эта энергия волшебства, она настолько огромная, настолько безнервная!» «Но Емеля уже в начале грибов наелся, потом еще не понесли!» «Наелся грибов, вечка понесла!» «Наелся грибов, все!» «Какие он ел грибы?» «Мухоморы!» «Боровики! Вот березовики, висички!» «Я говорю, надо есть полезные съедобные грибы!» «А про мухоморы — это секретная тема!» «Чуть можно!» «Мужу побольше!» «Эй, чувствуете? Чем питается девятьем?» «Волшебством!» «И когда ты смотришь на мир удивленными глазами, каждый вечер на самом деле ты умираешь, завтра тебя уже не будет, рождается другой человек, потому что ты попадаешь в другую реальность!» «Наша жизнь длится один день!» «И когда ты утром встаешь, это уже не ты стоишь!» «Ты смотришь на мир и думаешь, куда я попал!» «У тебя каждое утро — новая жена!» «Да, вот каждое утро — новая жена!» «Немножко не такая, как вчера!» «Потому что ты движешься по вееру миров!» «Даже мечта каждого мужчины — чтобы каждое утро была новая жена!» «Да, конечно!» «И она на самом деле новая!» «Просто ты, когда тебе тело замылил, чудес нету, ты смотришь, «Да я тебя уже знаю, какие там дырочки, щелочки, твой характер!» «А ты так просыпаешься!» «Тут!» «Понимаешь, вот эта волшебная жизнь!» «Ты к ней относишься, ты смотришь на нее новым свежим взглядом!» «И реально вот, волшебство начинает вкачать, и новая жена!» «Здорово!» «А кто?» «А! Смотри! Я про жену говорил! Кто здесь нарисован?» «Новая жена!» «Девица!» «Правильно! Девица с зеркальцем сидит такая и смотрит!» «Это значит правда!» «Ну и последнее тело благодарности, благодать и блаженство!» «Когда мы жизнь благодарим свою, наше тело блаженства и благодарности развивается!» «То есть вот, например, жизнь нас гладит, мы благодарим!» «Она нам пенделем, мы благодарим!» «То есть мы что-то потеряли, мы благодарим, нашли, благодарим!» «А что мы в этой жизни теряем?» «Когда мы теряем жену, когда мы теряем деньги, друзей теряем, там, машину потеряем, мы теряем только то, что мешает нашему духовному развитию!» «То есть на небесах куча наших богов-покровителей, боги-покровителей, от которых мы по крови произошли, наши умершие, прабабушки, прадедушки, которые нас опекают, их там очень много, и они нам подстраивают так события, чтобы мы развивались не лучшим образом в жизни!» «Что надо – дают, что не надо – забирают!» «Когда у тебя есть здравомыслие, ты всегда радуешься!» «О! Кого бы ты не потерял? Там, жену, коня, там, деньги, значит, все, устарел! До свидания!» «И ты готов к новому, готов к изменениям!» «Потому что сейчас эпоха волка, очень многое меняется гораздо сильнее, чем раньше!» «В Советском Союзе как консервы были, да, все одинаково, один день похож на второй, да?» «Вот это вот!» «А сейчас так прожить невозможно!» «Сейчас каждый день вот это идет обновление!» «Когда люди вместе развиваются, они рядом находятся, да?» «Все один развивается гораздо быстрее, чем второй!» «Они не могут быть рядом вместе!» «Правильно?» «Долго!» «Потому что, ну, неинтересно, скучно!» «Если тебе с человеком скучно!» «Если, ну, это твоя жена, друг скучно, значит, все, отношения надо развязывать!» «То есть, скука – это показатель того, что это устарело!» «Отношения – когда ты идешь по путерному клубочку, всегда интересны!» «Если тебе интересно с человеком общаться, интересно сотворять!» «Вот вы с ним завязываете отношения, вы идете рядом!» «Ваши клубочки катятся рядом!» «Если неинтересно, все!» «А люди привыкли цепляться!» «Вот так!» «Поэтому, тело такое, короче, нашел – благодаришь, потерял – благодаришь!» «Нашел – значит, тебе это надо для развития!» «Натерял – значит, это тебе мешает развитию!» «И ты за всю жизнь благодаришь!» «Это твое тело благодарности раскачивается!» «И в твоей жизни становится все больше каких-то добрых, хороших событий!» «А те, которые не нравятся, они как-то вообще исчезают!» «Потому что, блин, если ты за все благодаришь, и ты свой ум натренировался благодарить, то, получается, в этой жизни нет вообще ничего того, что тебе не нравится!» «Потому что ты за все благодаришь!» «И ты переходишь только в позитивное состояние!» «То есть, когда ты накачал свое тело блаженства, ты постоянно в блаженстве!» «Чувствуете?» «Такая жизнь есть!» «И каждый из нас ее испытывает хотя бы несколько секунд, когда длится оргазм!» «То есть, этот оргазм, он у тебя может несколько секунд быть, может у тебя быть несколько часов, потом, может быть, несколько дней, а потом, может быть, и всю жизнь!» «Когда ты накормишь в своей свете тело!» «Вот так вот!» «Накарми свои матвешки!» «Понравилось вам сказать?» «Да!» «Сколько у нас времени уже?» «Столько дней!» «Спокойной ночи, мамы!» «Столько дней!» «Приглашаю всех на сказочный семинар 7-8-го, с 4-го по 8-е на сказочное очищение, сказочные фильмы посмотрите, и сказочные новости Ивана Царевича на странице «Ура! Сказочная жизнь!» «Кто хочет получать сказочную рассылку, оставьте свой адрес и будет сказочные новости по почте Ура!